привет продолжаем проект алмера что сборку салона мы закончили все поставил обшивочки на двери все внутренности коврики шмурики единственное что не поставил это вот подголовники как бы сейчас в наличии нету все собрано все как бы нормально все везде подошло все сошлось все стоит на своих местах как и должно стоять все работает все проверено все нормально вот теперь следующим номером нашей программы установка защиты порекомендовал человеку просто поставить защиту вот такого вот формата локеры делает их по моему до него пласт достаточно хороший вот алмеровский написано там мира классик ну как и вся защита нашего производства она естественно немножечко не подходит приходится ее так кое-где подравнивать еще надо будет где-то выступает приходится подрезать здесь разрез как бы ну скажем так завода для чего он тут мне лично не понятно ну так более-менее соответствует здесь приходится делать под пальцем пришлось сделать пропил потому что здесь она то торчит вот эта часть вот никуда и ни о чем то лишнее то вот здесь она практически сходится с тем что нам надо ну будем подтачивать вот саморезики как это все я делаю вот 2 и 8 сверло на шуруповерте я предпочитаю такие вещи сверлить на первой скорости на шуруповерте это получше вот и вот таким образом все это ставится на саморезы это предварительная постановка защиты сейчас подгонка а потом я еще дополнительно почищу арочки вот наклею туда тоже без шум очку это будет не лишняя потому что в арках достаточно сильно отдаются отдаются шумы вот и потом я покажу как уже все это будет делаться сейчас вот предварительно вот такие вот вещи вот зазорчики тут получаются можно еще потом будет немножечко взять и феном подогреть и постараться ее до подвернуть вот не всегда это получается но стремится к этому нужно также как вот здесь тут бампер у нас сужается поэтому особо вариантов нет а вот он разрез который сделали на заводе непонятно для чего и зачем посчитали нужно мы сделали вот так вот продолжаем работу с установкой защиты всегда бывает как бы есть над чем поработать доработать но в принципе я думаю все будет аккуратно продолжаем подгонку продолжается вот это вот маленькая невязочка тут вышло вот это лишнее убирать приходится вот пропиливаем вот таким вот приборчиком воздушная и по болгар очки вот и выпиливаем ей излишки и потом заправлю это все дело под брызовичок было аккуратненько вот так как это все получается все порядке все хорошо ну вот принципе по танцу кое-где вот здесь пришлось чуть подрезать здесь вот уже ничего не сделаешь отрезано лишнее было сразу это уже на заводе эти обрезали и вот здесь хотелось бы конечно хотят чтобы стык было чтоб не было этого зазора а еще лучше даже когда выходит сюда защита подальше не отбивается камнями вот ну что поделаешь уже ничего не сделаешь и вот сюда еще в этом место надо будет купить такую клипс очку или что-нибудь такое чтоб вот в это отверстие вставить и тоже на саморез там или на клипсу лучше конечно на саморез пластиковый этот вот как пластик с металлом соединяется и будет нормально вот так вот сверху защита выглядеть здесь вот по очень хорошо что выходит а здесь получается как не хватает на заводе обрезали сожалению лишку но что делать вот так вот приблизительно ставится защита вот у нас в принципе все аккуратно все нормально а вот достаточно хорошо все получилось ну следующее колесо заднее левое снимает смысла нет там все то же самое вот я потом говорится сниму процесс самоклейки поклейки обесшумки антикор и прочее что я буду делать с арками на этом как бы продолжаем работу ставим защиту вот здесь почистил обклеил все парочка защиту тоже разметил предварительная и уже ставил вот так она будет стоять здесь по кромочкам вот они отверстия мы обязательно промавили и будем собирать ну вот в итоге я покажу как это все что у нас получается на штатных местах поставили розовичок защита вот все нормально все хорошо кроме одного вот этого нюанса вот здесь придется вырез сделать потому что в процессе эксплуатации вот так вот надо вырезать вот здесь может цепляться за пружину немножко некорректно была сделана защита или обрезана неаккуратно факт тот что вот это место может цепляться подрезаем и в принципе работа за все одно немаловажное дополнение вот у нас тектил баллончик значит мы когда сверлили крылья мы все это потравмировали вот теперь я сейчас беру там где в металл я просверлил отверстия я беру забрызгиваю здесь тектилом попытаюсь снять и точно также забрызгиваю резьбу тектилом это видно вот она резьбочка а теперь можно все это закрутить вот и теперь это все можно закручивать чтобы у нас те места которые мы просверлили там защиты антигоризионной и краски нету и туда попал тектил вот и этим самым мы как бы защищаем от ржавения также пройдет пройти надо и здесь и здесь и здесь я это снимать не буду это уже и так понятно что каждый болтик каждый винтик который мы завертили просверлив отверстия надо защищать потом тряпочкой все это можно подобрать и все будет аккуратно и защищена это все потом ставим колесо да тут вот еще пришлось поменять колодки потому что они уже под износились там полтора и два миллиметра осталось ну поставили заодно и новенькие вот такая вот работа колесико стоит да я забыл показать вот он вырез вот он сделал чтобы тут получился нормальный зазорчик и ни при каких обстоятельствах защита не цеплялась за пружину вот и все одна арочка готова ну вот у нас левая передняя арочка вот опять и откручивали шурупчики и вот сюда между защита и крылом на саму резьбу вот за исключением там где в пластик вот здесь вот здесь вот в пластик тут смысла нет мавилица не мавилица тектилица а так надо все это тектилом залить заливаем даем подумать везде все позатекала хуже не будет здесь тоже лонжерон и берем их закручиваем и таким образом получается у нас что мы это все дело про антикурили а потом тряпочкой лишняя убирается вот такие как слюнки пускают оттуда вот наша арочка правая задняя все под заклеена насколько глазу видно где-то конечно пришлось два слоя где-то в три где-то немножко складочками но в общем и целом все есть вот они отверстия мы заранее сейчас вот так же как вот эти ржавые штучки пройдемся антикором наш антикор тектильчик дабы это все не ржавела не коррозировалась даже в пластик ничего страшного консервант еще никогда никому не вредил точно так же болтики вот эти можно они потом покроются такой пленочкой и при демонтаже будет меньше проблем потому что они не будут коррозировать вот так это все выглядит надо все то куда мы вмешиваемся защищать иначе будет коррозия все теперь все просто мы просто берем и собираем ставим защиту ну и также как я уже показывал не буду терять не свое не ваше время вот защита наше установлено тряпочка вот это убрать ставим колесо все хорошо здесь все ровно все красиво здесь конечно вот на мой взгляд вырез какой-то был сделан на защите такую купили приобрели для чего-то ну что делать с одной стороны здесь чуть палец залазит будет немножко она тут ее не приклеить ничего защита не сделаешь вот такие вот дела по-любому это хорошая будет защита подкрылков вот это будет хорошо четвертое колесико у нас задняя левая опять обрабатываем все неважно пластик не пластик отверстие есть туда мавиль потому что будет вкручиваться металлический саморез вот здесь тоже где есть смысл все это на всякий случай подбрызгать вот хуже не будет вот пусть меньше тут ржавеет лучше будет вот так прошлись и можно ставить было в защиту я хочу еще вот здесь чуть тоже проклеить вот эти шланки и чуть их дунуть пеной сейчас я покажу как это вот примерно так это все выглядит и сейчас заклеиваем все это дело примерно так это все выглядывает и сверху еще можно заклеить можно не заклеивать все собираем арочка готова что это 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 Продолжение следует...